Вы знаете, я, наверное, сейчас заработаю 28-29 врагов, но я очень люблю комитет по финансовой политике. Я считаю, что это самый эффективный, самый открытый, самый позитивный, самый конструктивный комитет, ну, по крайней мере, из тех, с которыми я сталкивался. И что он получается? Мы делаем, да, хорошие вещи, правильные вещи, но мы занимаемся третьестепенными вопросами. Мы очень тщательно ставим очень сложные, тонкие технические формулировки. Мы громоздим детали, мы закапываемся в детали для того, как мне кажется иногда, чтобы не заниматься фундаментальными базовыми вопросами. У нас огромное количество проблем, которые вопият, в прямом смысле слова. У нас не только советские вклады в Сбербанк и все остальное, у нас еще закон, который мы уже успели принять по поводу этих вкладов, так сказать, грубо говоря, висит в воздухе. У нас, как бы, действия некоторых российских регуляторов, которые таковы, что они скорее дерегулируют экономику, чем ее регулируют. У нас инфляция, простите, пожалуйста, когда вы называете обычной аудиторией официальный показатель инфляции, ну, кто-то над вами смеется, кто-то у вас кидается, а кто-то и в рак улетит, потому что это уже неадекватность выбьющая. Мы знаем реальные продажи в регальном секторе экономики, мы знаем все в режиме онлайн с точностью до минуты, и реальные цены, реальные пересортятся. При этом мы пользуемся фантазийными данными от статора, откровенно, в своих расчетах, а потом удивляемся, что раз концы с концами не сходятся, то не хватает, то, наоборот, избыток. Мы абсолютно беззащитны, в том числе присутствующие в этом зале, абсолютно беззащитны, перед самыми разными финансовыми мошенниками, самыми разнообразными. Нам говорят, не хватает людей, не хватает этого, не хватает этого, нам рассказывают про плохие законы, которые недостаточно, которые мы, кстати, принимаем. Мы все это терпим и закапываемся в деталях. Коллеги, у нас проблемы системные в экономике, по крайней мере. В социально-экономической сфере, в финансовой сфере, проблемы системные. Мы можем сколько угодно принимать замечательных, гениальных, восхитительных законов. Мы можем работать 26 часов в сутки, но пока мы вместо системных проблем занимаемся улучшением деталей, мы ситуацию не улучшим. И отношения к себе, кстати говоря, не улучшим тоже. Мы будем воздерживать себя по поводу этого законопроекта, именно потому, что он урегулирует тщательно, хорошо и замечательно вопрос, который практического значения существовал. На мой взгляд, дней нет. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Дело в первую очередь, я не скажу. От факта. От факта. Уважаемые ваннуки. Спасибо.